Выставка картин, посвященных Великой Отечественной войне, открылась в Центральном выставочном зале Абхазии. Около 30 работ абхазских и русских художников, в разное время обращавшихся к теме войны, объединены названием «День Победы. Праздник со слезами на глазах». Выставка, которая в этом году представлена в Центральном выставочном зале, «День Победы. Праздник со слезами на глазах», «Наверное, название лучше всего передает главную тему этой выставки. Победа – это всегда радость, это всегда испытание, это всегда путь, который преодолевают люди, которые приблизили для нас этот день». Сурам Сакания – директор Национальной картиной галереи, из фондов которой предоставлена часть работ в экспозиции. Народный поэт Абхазии Мушнила Сурия, а также председатель Союза художников Абхазии Виталий Джения поздравили гостей мероприятия с Днем Победы и с открытием выставки. «Хочу всех вас благодарить, которые пришли сегодня на эту открытую выставку, посвященную Дню Победы. Это важный день не только для нас сегодня, это для мирового сообщества, это очень важно понять, через чего прошли наши народы. Тем более наш абхазский народ принимали непосредственно участие, его отец с самого начала до конца был на этой войне». Хронология создания работ, представленных на выставке, довольно широкая. Есть картины современников Батала Джапуа, Нукзара Логуа, Руслана Чхамалия, работы 60-х, 70-х годов, портреты героев, сделанные сразу после войны, картина Георгия Гулия, написанная во время войны и даже одна довоенная работа. «Работа Оси Сигаль, портрет Мэри Авецба, он был написан задолго до войны, в 1938 году. Мы видим совсем юную Мэри Авецба, которая была, только закончила налетное училище, и уже в 1944 году ее за 133 боевых вылета наградят самой высокой государственной наградой. То есть интересно, да, как художник иногда может предчувствовать время, предчувствовать героев». Задача творцов – сохранять память. Так, на картине русского художника, фронтовика Алексея Крайнюкова запечатлен последний подвиг бесстрашного абхазского разведчика и партизана Хинтругам Хонджи. «Вот работа, которая сейчас находится за мной, это Алексей Крайнюков, Иван Абхазец. Она создана в 1964 году и посвящена она легендарному Хинтругам Хонджи, который воевал в Брецкой области. У него стоит памятник. Он был героем, настоящим героем, им было совершено 15 подвигов, и он смог создать его самый последний подвиг, за который он был представлен в награде. Хинтруг Хонджи был ранен в 1943 году, он получил ранение, от которого у него началась гангрена. И в деревню, где он находился, в доме, где он жил, уже начинали подступать немцы. И он понимал, что он не сможет уже уйти, но в то же время он не хотел, чтобы из-за него страдали люди, которые его друзья. И он попросил их оставить и держал при себе гранату. И когда уже они врывались в дом, он подорвал и себя, и тех людей, захватчиков, которые в этот дом врывались. Все картины на выставке будут оцифрованы и представлены на сайте центрального выставочного зала, который запустится до конца текущего года. Эту работу и саму выставку не смогли бы организовать без поддержки культурно-делового центра «Дом Москвы». Что касается этого мероприятия, то оно посвящено празднованию Дня Победы. Это то мероприятие, которое никогда не обходит стороной нашей организации, которое является подведомственным правительством Москвы. И, соответственно, правительство Москвы ежегодно оказывает финансовую поддержку в проведении разного рода мероприятий, в том числе подобного рода. Помимо, кстати, этого мероприятия, которое проходит в данный момент, у нас сегодня будет 16.00 на станции ГУМА вечернее мероприятие. Кроме того, мы по согласованным с Министерством демографии и социальной политики списком будем вручать подарки ветеранам. Почти одновременно с открытием выставки в парке имени Баграта Шинкуба начался детский праздник, организованный Управлением культуры администрации города Сухум. Для детей работала анимация, а юные художники из первой детской школы искусства имени Ковача и художественной школы представили свои работы, посвященные 9 мая. Да, конечно, это ученики нашей школы, то есть все работы, представленные здесь, это работы детей. Ну, это была обязательная программа школы, вот, но, конечно, отбор они проходили, выбранную работу лучше, но участвуют все ученики, так как они делали несколько работ, чтобы пройти отбор. Участники абхазской команды по брейкдансу «Апсный Крю» устроили показательные выступления в честь Дня Победы. Надежда Боровикова и Нала Гухава, Абаза ТВ.